Правительством Российской Федерации на рассмотрение Государственной Думы сегодня внесен очередной законопроект, призванный урегулировать проблемы обманутых дольщиков. Я напомню историю. В 2014 году была предпринята первая такая попытка. Была введена система обязательного страхования договоров долевого участия, в соответствии с которым застройщик, а точнее, естественно, дольщики, потому что это было уложено в цену жилья, оплачивали где-то порядка 1,2% от стоимости жилья в эти страховые организации, которые были призваны по задумкам правительства обеспечить в последующем возможность компенсации, если с застройщиком что-либо случалось. В частности, речь идет о банкротстве. Прошло три года и выяснилось, что, к сожалению, тот закон, который был принят в 2014 году, не столько защитил права дольщиков, сколько работал исключительно в интересах страховых компаний. За это время они собрали порядка 40-45 миллиардов рублей. Никаких выплат обманутым дольщикам не было. К сожалению, система массового мошенничества, массовой фальсификации договоров, несмотря на обилие контролирующих органов, процветала. Ну и фактически это был весьма прибыльный, даже сверхприбыльный, скажем так, вариант, посредством которого при поддержке правительства и Государственной Думы в лице партии «Единая Россия», естественно, из карманов граждан были изъяты вот эти колоссальные средства, которые в итоге не пошли ни на какую компенсацию, а пошли исключительно на обогащение вот этих частных структур. Сегодня делается иная попытка, то есть прекратить теперь систему страхования и создать некий фонд компенсации, государственный фонд компенсации, учредителем которого будет Российская Федерация, и эти взносы, точнее эти же денежные средства перечислять уже туда, под некую вот такую же более прозрачную схему. Две проблемы. Первая проблема – это проблема ответственности, почему никто не понес ответственности за неверно принятое решение, начиная от правительства и заканчивая региональными властями, изъятые у граждан средства. Ну и второй момент – каковы гарантии того, что новый фонд с государственным, скажем так, патронажем будет работать эффективно? Нет никаких государственных гарантий компенсации в случае, если у фонда не хватит денег, пока они не прописаны, нет прозрачного механизма контроля за поступающими туда деньгами, нет механизма выплаты этих самых компенсаций, поэтому все это пока весьма туманно и, скажем так, слегка напоминает некую государственную страховую компанию, вкупе с таким вот образованием, как фонд капитального ремонта. Это, конечно, более, на наш взгляд, правильный и прозрачный механизм, чем существовавший до этого, но свое бездействие Центробанк, правительство Российской Федерации, сегодня пытается компенсировать введением нового, опять же, неотработанного механизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова